Главным героем надо распутать эту путаницу. ЛИТЛ ХОУП ДАРК ПИКЧЕРС ОНТОЛОГИ Это игра, или можно назвать его фильмом, где вам рассказывают историю, и главный герой именно вы. Похожие игры делала Куантик Дримс, это Хэви Рейн, Бион Ту Соллс и Детройт Бекоминг Хьюни. Как я обожаю эти игры, и пройдены они были не раз. И потом выходит ДАРК ПИКЧЕРС ОНТОЛОГИ Серия игр, которая собирает разного вида фольклор и делает из нее игру. Первая часть была Мэн оф Мэдан, где был корабль-призрак. Вторая же часть ЛИТЛ ХОУП. Весь сюжет заворачивается на том, что компания молодых людей с двумя взрослыми, и один из них это их учитель, едут на экскурсию. Дорога перекрыта, поэтому, пожалуйста, езжайте через деревню ЛИТЛ ХОУП. Кто мог представить, что автобус перевернется? Ну, как бы все могли, потому что игра же на этом и строится. Происходит авария, с этого момента начинается игра, мы знакомимся с персонажами. Нам кто-то начинает нравиться, кто-то наоборот не нравится, и мы потихоньку всех узнаем. Далее мы продвигаемся по сюжету в деревню ЛИТЛ ХОУП. А все, что нас ждет дальше, это уже как бы спойлеры. Поэтому я как бы буду их немножечко обходить. Игра Мэн оф Мэдан мне очень понравилась, и я ее прошел за один вечер. А потом еще раз перепрошел, потому что мне не понравилось, как я ее прошел. И на этом же строится вторая часть. Игра продолжительностью примерно 4 часа. Но вам захочется перепройти ее. А если вы захотите получить ачивки, а там ачивки, пускай выживут только мальчики, пускай выживут только девочки, пускай останутся все в живых. Или наоборот, всех убейте. И если ты захочешь пройти игру на платину, то ее будешь проходить и не раз. Что очень хорошо они сделали, это вечеринка. Это когда вы собираетесь одной компанией, делите персонажей, кто за кого будет играть. И по мере прохождения игры вы просто передаете пульт, и определенный человек играет за своего персонажа. Если вы полностью разделили всех своих персонажей своим друзьям, то кто-то может ошибиться в какой-то момент, не нажать кнопку, или нажать ее зарано, или не сделать правильный выбор. И это повлияет на другие события. И в конце концов этот персонаж умрет, он больше не будет играть. И сюжетная линия будет строиться совсем по-другому. Именно сюжетные разветвления делают эту игру обалденной. Это как взмах крыльев бабочки, что и позиционировали они в Until Dawn. Что каждое твое действие влияет на события в дальнейшем. Возьмем, к примеру, Until Dawn. Ты с двумя персонажами мог поругаться, но зато потом, спустя какое-то время. Один из персонажей вспоминает эту ссору и закрывает перед тобой дверь. И тебя просто убивают. Жестко убивают. Тебе просто отрывают голову и выбрасывают ее. И я помню, я поругался с этими персонажами. И у меня персонаж просто умирает. И я не-е-ет, я хотел всех спасти. Поэтому я всегда стараюсь пройти игру именно так, что хотя бы в первый раз выживут все. А потом уже прохожу так, чтобы было по кайфу. А давай с этими поругаемся, а давай с этими поругаемся. И каждым решением, что ответить и как ответить, приходится примерно нажать паузу, обдумать, что может повлиять за собой этот выбор или этот выбор. Поэтому 4 часа немножечко растягиваются. Если у вас компания, вы весело проводите время, пьете чаеку и вы нажимаете на паузу и начинаете обсуждать, что да как, то может быть игры не хватит вам на один вечер. И поэтому придется собираться на второй день. По сравнению с первой частью Man of Medan, разработчики сделали большую работу над ошибками. Они очень хорошо проработали мимику лица. Персонажи теперь не настолько каменные, как в первой части. У профессора мимика лица на высшем уровне. Видно сразу, что это не копипейст. И она смотрится очень клево. Графика на высшем уровне. Хотя 80% игры ты проводишь на улице, где туман и ничего не видно. Это как будто бы Silent Hill, только вместо сексуальных медсестер там страшные старухи. Ну, не важно. Разработчики игру не успевали сделать сроки, поэтому они немножко игру перенесли. И слава богу, потому что игра сделана на высшем уровне. Каждый диалог, сам геймплей, графическая составляющая. Все смотрится на высшем уровне. Графика в моментах просто шикарна. То есть смотришь как будто бы реально фильм. А ты еще участвуешь за главных героев. Вау. Я люблю сесть и пройти игру за один подход. Но не всегда это получается. Поэтому начинаешь вспоминать. Блин, что же было там? А что же было здесь? А как и тут? А как и там? Принцип игры заключается в том. Ты ходишь, бродишь, ищешь улики. Это небольшие фотографии или картины. В первой части Dark Pictures Man of Medan тоже были картины, которые ты находил. Это как бы небольшой чит, когда ты можешь посмотреть в будущее, что тебя ждет. Этого может не произойти, если ты посодействуешь этому. Но также и помощь в том, стоит или не стоит туда идти. Есть моменты, когда ты показывают события, где кто-то достает коробочку и из коробочки достает ствол. Где это, что это, непонятно. Далее мы играем игру. По сюжету мы подходим к запрошенному дому. Заходим внутрь и надо аккуратно нажимать кнопки, чтобы не сделать шума. И если промахнуться, напугает кот, и вы оттуда выбежите. И эта локация больше не будет вам доступна. Но если аккуратненько пройти, мы также увидим кота, он нас не напугает. Мы пройдем дальше. И в этом заброшенном доме мы найдем этот револьвер. Извините, конечно, за спойлеры, но я рассказал, как это работает. В первой части было немножечко по-другому, там и история была другая. И сверхъестественного, в принципе, не было. По сюжету наши герои иногда попадают в прошлое. Где мы, конечно, ничего не можем повлиять на сюжет или как-то изменить будущее. Но мы встречаем своих двойников, которым грозит опасность. Нашим главным героям надо понять, что и как произойдет, и можно ли как-то на это повлиять. В геймплей все такое же. Нажимаем кнопочки. В этот раз они немножечко улучшили эту систему. Перед тем, как кнопка появится, появляется такой значок. И он появляется в том месте, где будет кнопка. Как будто бы немножечко тебя предупреждает, что вот здесь сейчас надо будет нажать кнопку. Ты не знаешь какую. И через время она появляется. И если ты успел или не успел нажать, это уже зависит от тебя. Потому что бывают такие ситуации, когда ты сидишь смотришь катсцены, и ты уже как будто бы фильм смотришь. И забываешь про геймпад. И хоп, вылазит момент. Блин, кнопку же надо нажать. И были моменты, когда я просто откались с небольшого склона. И я херанулся не несколько раз, потому что я просто не успел нажать на эту кнопку. Я засмотрелся. А если ты хочешь посмотреть, какая следующая будет игра этой компании, то дождись, когда закончатся титры, и я пущу этот небольшой трейлер. Игра от меня получает все свои 10 из 10. Я люблю такого жанра игры. Какая бы игра ни была, но если я могу изменить сюжет, take my money. Если вам понравился этот обзор, ставим большие пальцы вверх. Подписываемся на канал, если вы еще не подписаны на канал. Всем, кому интересуют игры, разного вида распаковки, а также ежемесячный топ игр, который нас ждет, то обязательно подпишись на канал. Также можешь подписаться на соцсети, паблик вконтакте, инстаграм, фейсбук. Все в описании есть. Поэтому я пошел снимать следующее видео. С вами был Снег. Джи-джи. Снова новый обзор, третий день не сплю. В топ-неп завтра попасть, мусора YouTube. Всем привет, легендуб. Ссылка в описании. На канал ты подпишись и лайк быстрее поставь мне. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы подняли, Бай. Я не знаю, что. И вы не верите мне, даже если я пытался. Я не верю, когда я был там. В Смирии, они говорят, что души мертвые были глубокими на земле на земле в доме, где они живут, плагом от демонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова